Дорожно-строительный сезон Дорожно-строительный сезон Поэтому эта улица будет особо задействована Жителями города и работниками всех прилегающих заводов Поэтому, в первую очередь, ремонтируем ее Заранее проработали вопросы Синхронизации работ Дорожно-строительной организации Теплоэнергетиков На одном из участков в 20 метров Сначала переложат теплотрассу Затем отремонтируют дорогу Той же асфальтобетонной смесью Которая будет укладываться По остальному ездовому полотну Будет нам нарезаться шов стык, промазать бетонный мастик и укладывается на новый асфальт-бетон и покрытие стыков. Никаких не будет. Где необходимо, дорожный рабочий усилит основание проезжей части на участке ремонта. Кроме того, заменит люки колодцев. Дорога в очень плачевном состоянии находится, в ямах, выбоины очень большие, глубокие, до 25 сантиметров. Все колодцы опущены ниже уровня, все провалены. Инженерными коммуникациями будут заниматься в основном днем, а самые трудоемкие работы организуют преимущественно в ночные смены, когда интенсивность дорожного трафика снижается. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в том числе заводчан, полного перекрытия дороги не будет. Движение транспорта возможно по свободной полосе. В начале дорожно-строительного сезона в числе первоочередных объектов уличнодорожной сети, которые уже охватили ремонтом, также улицы Республиканская, Алматинская, Мост Южный и путепровод Аврора. На их неудовлетворительное состояние поступало больше всего жало под горожан, в том числе и через социальные сети. И это, как и предписание надзорных органов и результаты мониторинга уличнодорожной сети силами специалистов профильного городского департамента, обязательно учитывается при формировании списка объектов ремонта и графика работ. Движение транспорта по Южному мосту и путепроводу Аврора ограничено лишь частично, а ремонт проводят поочередно по одной полосе. Чтобы не перекрывать движение, подрядная организация выполняет работы по одной полосе. То есть непосредственно перекрывается одна полоса, на которой фрезеруется асфальтобетонное покрытие. Движение осуществляется также, ну то есть машины, которые идут в эту же сторону, они идут по одной полосе, в обратном направлении также идут по своим двум полосам. То есть организация дорожного движения на должном уровне, то есть это непосредственно предупреждающие знаки стоят, это непосредственно ограждение участка. В последний раз ремонт выполнялся, ну именно комплексный ремонт этого мостового перехода выполнялся в 2017 году. Принято решение выйти на эти объекты и отремонтировать для удобства граждан города Самары. Южный мост и путепровод «Аврора» начали фрезеровать в ночь субботы на воскресенье. Предстоит большой объем подготовительных работ. Внимание на примыкание системы дренажа ливневой канализации. Только потом проезжую часть заасфальтируют. Общая площадь примерно 16 тысяч квадратных метров. Совокупная протяженность двух объектов более одного километра. Отремонтируют, конечно же, и стыки деформационных швов. К швам подойдут той же смесью «ЩМА-16», которая будет использоваться на остальных участках путепровода и мостового перехода. Мы постараемся максимально ровно уложить покрытие вровень с деформационным швом, чтобы при проезде деформационных швов на автомобиле эти стыки не чувствовались. Согласно нацпроекту, при ремонте мостов, путепроводов и улиц применяются современные технологии и материалы. Это одно из основных условий реализации дорожного нацпроекта. Преимущество смесей зависит от дополнительной фракции щебня, более мелкого. Поэтому скелет, так скажем, асфальтно-бетонной смести будет держаться намного прочнее. В течение нового дорожно-строительного сезона и масштабной дорожно-ремонтной кампании, на средства которые выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Самаре обновят 42 участка дорог местного значения совокупной протяженностью 42,7 километров. На всех объектах ведется непрерывный контроль за каждым этапом ремонтных работ. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События.